МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала CBC вечерний выпуск новостей в студии Самир Кулиев и в начале коротко о главном. Тюркские страны усиливают сотрудничество. В воинской части военно-морских сил состоялась церемония выпуска базового курса морских командос, в котором также приняли участие военнослужащие вооруженных сил Казахстана и Турции. Невинные жители Азербайджана страдают от последствий военных преступлений Армении. На территории освобожденного от оккупации села Гайбалы Шушинского района в результате взрыва мины и ранения получил сотрудник агентства по разминированию. Соединенные Штаты не имеют морального права предъявлять претензии по поводу защиты прав и свобод человека на фоне жестокого подавления полиции и пропалестинских демонстраций в американских университетах. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Мозговые центры приобретают все большую актуальность. Азербайджан наряду с другими странами активно использует такие платформы для продвижения своих интересов, а также обмена опытом. Университет Ада совместно с Центром анализа международных отношений уже в шестой раз провел международный форум с участием главы государства. В мире функционируют более 6,5 тысяч мозговых центров. В 21 веке мозговые центры превращаются в ключевой компонент государственной системы. Экспертно-аналитические центры усиливают гражданские общества во всем мире, совершенствуют процесс принятия политических решений, создают региональные и международные сети. Не исключение и Азербайджан. 28 сентября 2022 года в Азербайджане состоялся первый форум мозговых центров, организованный Центром анализа международных отношений. 13 апреля 2021 года в Университете Ада прошла международная конференция на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ. Постконфликтное развитие и сотрудничество» с участием президента Ильхама Алиева. Там глава государства рассказал о планах Азербайджана в постконфликтный период. «Мы фактически еще до войны разработали среднесрочную и долгосрочную стратегию развития для Азербайджана. Конечно, освобождение территории от оккупации предоставит дополнительные возможности, потому что восстановление территории потребует много ресурсов. Но в то же время эти ресурсы будут расходоваться в Азербайджане. Они будут стимулировать бизнес, строительный сектор экономики, создадут новые рабочие места, возможности, придадут добавленную стоимость сельскому хозяйству. Поэтому в настоящее время у нас в определенном смысле есть две программы развития. Первая – принимаемая нами каждый год программа ежегодного развития, а также программа развития до 2030 года. Вторая – программа развития для восстановления Карабаха, которая в настоящее время находится в начальной стадии». 6 декабря 2023 года глава государства принял участие в форуме «Карабах. Возвращение домой спустя 30 лет, достижения и трудности». Организованное университетом ААДА совместно с Центром анализа международных отношений. Глава государства коснулся вопроса вооружения Армении и интереса третьих стран в регионе, направив чёткий месседж всем провокаторам. «Мы постоянно поднимаем вопрос о вооружении Армении, и мы считаем, что это контрпродуктивно, это провокация, поскольку страны, которые снабжают Армению оружием, такие как Франция и Индия, сейчас подливают масло в огонь и создают в Армении нереалистичные иллюзии, что с помощью этого оружия они смогут вернуть Карабах. Я не хочу вдаваться в подробности о качестве этого оружия, хотя знаю, что это за оружие. Но даже если есть современное оружие, у них нет шансов, потому что война и исход войны решаются не оружием, а людьми, духом. А во время Второй Карабахской войны, согласно заявлениям самих армян, в армянской армии было 12 тысяч дезертиров, сбежавших с поля боя, в то время как в азербайджанской армии – ноль. То есть у них нет шансов. Поэтому мой месседж – не создавайте в регионе такую ситуацию, при которой мы будем уверены, что вы планируете нанести нам ущерб». Шестой форум, прошедший накануне, стал не менее успешным. 64 участника из 30 стран мира адресовали интересующие вопросы Ильхаму Алиеву на международном форуме на тему КОП-29 и зелёное видение для Азербайджана. Основной темой стала зелёная повестка и подготовка Азербайджана к проведению глобального мероприятия КОП-29, которое пройдёт уже в ноябре текущего года в Баку. Президент Азербайджана также коснулся вопроса среднего коридора, который стал ещё более востребованным в связи с новой геополитической ситуацией. «Я бы сказал, что это действительно географический подарок, что мы находимся на этом перекрёстке, так как обе дороги пересекают нашу территорию. Что касается маршрута Север-Юг, у нас уже есть железнодорожная инфраструктура, которая соединяет нас с российской и иранской границами. Скоро мы начнём строить новую железнодорожную инфраструктуру, потому что мы ожидаем, что только из России в Персидский залив будет поступать не менее 15 миллионов тонн грузов. А если добавить грузы с противоположного направления, то, думаю, 15 миллионов – это только начало. Сегодня по азербайджанскому участку железнодорожного маршрута Север-Юг может перевариваться 6-7 миллионов тонн грузов, что достаточно для нас и для транзитёров. Но в будущем нам понадобятся дополнительные железные дороги, поэтому мы уже работаем над накоплением финансовых средств». За годы существования мозговые центры выдвинули ряд глобальных инициатив, содействующих возведению моста между знаниями и политикой в таких важных сферах, как глобализация и управление, международная экономика, проблемы окружающей среды, международный мир и безопасность, сокращение бедности, здравоохранение и глобальное здоровье, информация и общество. Существенную роль играют исследовательские центры, анализирующие экономическую политику в гражданском обществе. В мозговых центрах работают ведущие учёные и специалисты мира, которые готовят политические документы по важным вопросам. Азербайджан и Кыргызстан уверенно выстраивают двусторонние отношения, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю. Состоявшийся на этой неделе визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан откроет новую страницу в отношениях между двумя странами. Ещё больше укрепит исторические и духовные связи двух народов, создаст условия для принятия новых шагов для полного использования имеющегося потенциала. Визит президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать делу укрепления дружеских, братских отношений между двумя странами. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с кыргызским коллегой, отметив, что подписанные двусторонние документы во многом будут предопределять развитие отношений между странами. Каждый из документов имеет большое значение, особенно совместная декларация об установлении углублённых отношений стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Азербайджаном. Повестка дня нашего взаимодействия достаточно обширная. Мы сегодня и в узком кругу, и в расширенном составе прошлись по основным вопросам нашего взаимодействия. Провели успешно второе заседание Межгосударственного совета, заслушали информацию руководителей соответствующих ведомств и дали соответствующие поручения. Уверен, что визит и его результаты будут отчётливо видны в практической плоскости в плане укрепления нашего взаимодействия, роста товарооборота и сотрудничества по всем направлениям. Президент Азербайджана выразил особую благодарность Кыргызстану за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобождённых от оккупации территорий. По инициативе Садыра Жапарова будет построена средняя школа в Агдамском районе. Кыргызский лидер на брифинге в Баку также отметил глубокий характер двусторонних отношений, подчеркнув, что переговоры с президентом Азербайджана прошли в атмосфере дружбы, открытости и доверия. «Хотел бы подчеркнуть, что переговоры традиционно прошли в атмосфере дружбы, открытости и доверия, которые характеризуют братские связи между нашими странами. По итогам нашей встречи подписана совместная декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнёрства между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой. Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений». Ильхам Алиев и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку. Президент Азербайджана отметил, что открытие данного памятника будет символизировать единство, дружбу и братство двух государств. Затем главы государств посетили Физулинские и Агдамские районы. Там они ознакомились с генеральным планом города Физули с работами, проводимыми во дворце Панахали Хана и комплексе Имарет в Агдаме. Приняли участие в открытии после реставрации Агдамской джума-мечети и заложили фундамент полной средней школы села Хадырлы Агдамского района. Под строительство учебного заведения выделена территория площадью около трех гектаров. Совместная закладка фундамента средней школы в очередной раз продемонстрировала высокий уровень связи между Баку и Бишкеком, а также взаимную поддержку. Регулярные встречи, личные контакты и доверительные отношения между Ильхамом Алиевым и Садыров-Жапаровым, создают прочную и благоприятную основу для всестороннего сотрудничества, определяют многовекторность экономических отношений и придают импульс развитию взаимосвязей практически во всех сферах. Это является еще одним доказательством и символом единства тюркских народов. Как уже было отмечено, на этой неделе в Баку с государственным визитом находился президент Кыргызстана Садыр Жапаров. На встречах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым был подчеркнут самый высокий уровень двусторонних межгосударственных связей и определены цели на будущее. Итоги данного визита мы обсудим с директором Института мировой политики из Бишкека Шарадилом Бактыгуловым. Господин Бактыгулов, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Бактыгулов, вот смотрите, у нас здесь в Азербайджане традиционно встречи на высшем уровне между президентами Азербайджана и Кыргызстана оценивают крайне положительно. Как общество Кыргызстана оценивает государственный визит вашего президента к нам в Азербайджан? Просматривая, безусловно, комментарии, которые сопутствовали государственной визитой президента Кыргызстана в Баку, следует отметить то, что наши граждане с большим воодушевлением встретили подобную встречу. Надо отметить, что регулярные встречи глав Азербайджана и Кыргызстана на разных площадках создают механизм постоянного контакта, что способствует достижению серьезных, хороших результатов. Ну так, например, нам прекрасно известно о том, что во время пребывания в Баку был подписан договор об увеличении уставного фонда Азербайджанско-Кыргызстанского инвестиционного фонда до 100 миллионов долларов США. Это от 25 миллионов. И бишкеки, депутаты Дюорку Кенеша национального парламента в преддверии государственной визита Садыра Дяпарова в Азербайджан приняли закон, согласно которому граждане Азербайджана, работающие в данном фонде, будут обладать дипломатическим иммунитетом. И также иммунитет распространяется на жилые помещения, рабочие помещения, автотранспортные средства и так далее. То есть это показатель того, что в Кыргызстане уделяют большое внимание сотрудничеству с Азербайджаном. И поэтому та атмосфера, конструктивная атмосфера сотрудничества, которая задается лидерами Азербайджана и Кыргызстана, она транслируется на все принимаемые документы и решения. И более того, ряд наших сограждан отмечали, что в США, в Европейском Союзе, России и в других странах мира растет интерес к Южному Кавказу и Центральной Азии. И такой интерес задает весьма насыщенную повестку сотрудничества и для Азербайджана, и для Кыргызстана. И поэтому следует отметить, что не только визит президента Кыргызстана, но мы прекрасно знаем, что очень хорошие доброжелательные отношения Азербайджан выстраивает с Казахстаном и Узбекистаном, и это нам дает основания утверждать о том, что Азербайджан становится цементирующим ядром для тюркского мира. Поэтому можем говорить о том, что, безусловно, те встречи, которые происходят, те предложения, которые выдвигаются лидерами Азербайджана и Кыргызстана, это вполне конкретные механизмы создания общего экономического пространства тюркских стран. И следует также отметить, что и Азербайджан, и Кыргызстан, так же, как и другие страны Центральной Азии, уверенно занимают места в золотой середине всех мировых рейтингов. Это действительно хороший показатель. Поэтому, когда мы говорим о тех процессах, которые происходят, надо отметить, что, да, действительно, до 2021 года, до момента избрания президентом Кыргызской республики Садыра Джапарова отношения между нашими странами были несколько такими прохладными. Но я отмечу, это отношения между руководствами стран, но не между народами. А сейчас создалась такая уникальная ситуация, когда теплота, братские, сестринские отношения между народами наших стран задаются лидерами наших стран. Поэтому мы видим, становимся свидетелями того беспрецедентного уровня отношений друг с другом, той помощи, которую мы оказываем друг другу. И вот во время сюжета было показано очень хорошие кадры. Это когда президент Кыргызской республики совместно с президентом Азербайджана закладывали капсулу строительства средней школы, которая будет построена силами кыргызской стороны. Это действительно очень хороший показатель, когда в разрушенном Карабахе будут восстанавливаться, строиться гражданские объекты, гражданская инфраструктура при содействии всех тюркских стран, среди которых занимает место и Кыргызская республика. Поэтому самое главное в гуманитарном сфере – это человеческое общение, которое помогает лучшим образом постигать и понимать друг друга и азербайджанцам, и кыргызстанцам. Что касается строительства среднеобщепродавательной школы, могу сказать, что в Азербайджане подобное добро никогда не забывают и очень тепло относятся к данным действиям кыргызской стороны. Помимо этого, вы в своем ответе подчеркнули, что тюркские народы очень хорошо сотрудничают между собой. Конечно же, всегда это было и в культурной, и в гуманитарной сферах. Последнее время мы видим в экономической, в политической также. И, несомненно, подобное сближение нам, всем нашим государствам, то есть и странам Центральной Азии, и Азербайджану, определенно на руку. Но насколько такое сближение, например, отвечает интересам Китая или других региональных игроков, которые находятся вблизи наших стран? Это очень хороший и серьезный вопрос. Следует отметить, что каждая из таких крупных стран – это Иран, Европейский Союз, США или отдельные страны, как США, Франция, Россия, Китай – безусловно, имеют свои собственные интересы. Что касается Китая, это наиболее предсказуемый партнер на сегодняшний день. Инициатива «Один пояс, один путь» – все-таки речь идет о создании основ дружбы, сотрудничества вдоль пояса и пути. То есть это строительство инфраструктуры, это обеспечение политических контактов на высоком уровне, это дружба между народами, это единая финансовость, не единая финансовая система, а система удобная для проведения финансовых операций между странами, находящимися вдоль пояса пути. Что касается Российской Федерации, то, безусловно, мы понимаем, что она находится под санкциями со стороны Запада, это немножко усложняет нам сотрудничество с Российской Федерацией. Но у нас давняя история с Россией, поэтому мы, думаю, будем поддерживать исторические связи с Российской Федерацией. Это крупнейший торговый партнер, это крупнейший экономический партнер, это крупнейший рецепент миграции с обеих, я имею в виду и Азербайджана, и Кыргызстана. Что касается Франции, здесь, конечно, весьма неоднозначна роль Франции и Европейского Союза. Мы сейчас наблюдаем, с опасением наблюдаем, усиление воинственных, скажем так, милитаристских устремлений на Южном Кавказе, когда Армения начинает немножко, скажем так, превращаться в очередной форпост запада, коллективного запада. Неважно, это будут американцы, французы и так далее. Но это тот случай, когда интересы европейского сообщества противоречат интересам мирного развития и Азербайджана, и стран Центральной Азии. Здесь действительно мы видим разнонаправленные политики, разные вектора политики. И, безусловно, наблюдая такое многообразие внешнеполитических подходов разных стран, мы можем им противостоять, если будем вместе. То есть схожие проблемы подручно решать сообща, безусловно. И здесь, конечно же, надо понимать, что тюркский мир – это не только тюркские государства. Нас может быть меньше, но тюркских народов, безусловно, больше. И в этой связи та деятельность, которая наблюдается со стороны уважаемого президента Азербайджана, Ильхана Гайдаровича Алиева, мы видим, что те жесты доброй воли, которые проявляются со стороны Азербайджана, они действительно высоко ценятся. Например, у нас в Бишкеке есть две школы, одна из них построена на средства Азербайджана. Это школа имени Низама Ганджи и 20-я школа гимназии имени Гайдара Алиева. Поэтому, безусловно, мы видим, что интерес Азербайджана растет к Кыргызстану. Это, конечно, строительство пятизвездочного отеля. Это, может быть, такие маленькие примеры, но за этими маленькими примерами стоит большой шаг, большая воля к укреплению сотрудничества между нашими странами. И это очень хорошо, когда тюркский вектор развития будет набирать обороты и в Кыргызстане. Надо отметить, что, к сожалению, до 2022 года в Кыргызстане тюркский вектор развития был, скажем так, несколько слабенький по сравнению с теми годами, когда Азербайджан возглавлял президент Гидар Алиев. Когда Гидар Алиев приезжал сюда с визитами в Кыргызстан, это было действительно очень большое событие. Он принимал участие в мероприятиях, посвящённых тысячелетию кыргызского эпоса «Манас». И, безусловно, это были очень хорошие шаги. Но потом, в силу ряда причин, и с нашей стороны были некоторые действия, я бы помягче сказал, что некоторых политиков, одного из министров иностранных дел и так далее, но, слава богу, всё это преодолено. Эти политики больше не диктуют внешнеполитическую линию Кыргызстана. И поэтому, безусловно, тот энтузиазм, та воля, политическая воля в сотрудничестве с Азербайджаном, которую постоянно демонстрирует президент Кыргызстана, она действительно заслужит большого внимания. По количеству государственных визитов, посещений, встреч кыргызского президента с президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стоит на первом месте, если мы даже просто в количественном отношении посчитаем количество встреч. Если мы посчитаем те соглашения, договора, которые заключены, то, конечно же, это перевешивает Азербайджан, потому что эти договора носят дружеский характер, в них меньше все-таки таких, скажем так, скрытых подводных камней и условий. Поэтому можем сказать уверенно, что Азербайджан действительно демонстрирует братское радушие и стремление к установлению доверительных отношений не только с Кыргызстаном, но и с Казахстаном, с Узбекистаном. И это дорогого стоит. Спасибо большое, господин Бактегулов. И можно сказать, что вы абсолютно правильно говорите, когда говорите об общности нашей истории. Собственно, вот эта общность истории, она предопределила развитие, активное развитие отношений между нашими государствами. Благодарю вас за ваше экспертное мнение. А нашим зрителям напомню, что на прямой связи из Бишкека с нами был директор института мировой политики Ширадил Бактегулов. Невинные жители Азербайджана страдают от последствий военных преступлений Армении. Сегодня на территории, освобожденного от оккупации села Гайбалы Шушинского района, произошел минный инцидент. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Анама. Сотрудник агентства Гулиев-Эльчин при исполнении служебных обязанностей пострадал в результате разрыва противопехотной мины. У пострадавшего была диагностирована ампутация правой ноги, была оказана первая медпомощь на месте. Затем сотрудник Анама был доставлен в районную больницу. В настоящее время его состояние стабильное. По факту произошедшего в Шушинской районной прокуратуре ведется расследование. Призывал к войне, но выдвигается на премию мира. Армянская пропаганда продолжает героизировать преступного олигарха Рубена Варданяна, угодившего в бакинскую тюрьму. Армянского миллиардера пытаются представить Нобелевскому комитету как филантропа и международного миротворца. Тем временем в России предлагают наградить мошенника не Нобелевской, а Шнобелевской премией. Ведь рассмотрение абсурдных кандидатур занимается именно последнее. Директор Российского института политических исследований Сергей Марков предлагает создать специальную премию для авантюристов и неудачников политики. Такая мысль у политолога возникла на фоне нелепого выдвижения кандидатуры армянского олигарха Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. Последний в 2022 году отказался от российского гражданства и незаконно проник на территорию Карабахского региона Азербайджана, где изображал из себя так называемого госминистра, ныне почившего в Бозе сепаратистского режима. Сентября прошлого года Варданян находится под арестом в Баку за незаконное пересечение азербайджанской границы, совершение террористических актов и диверсий, а также за финансирование незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана. Армянская пропаганда ведет сейчас активную кампанию по героизации «Горе политика». Фантазия пиарщиков Рубена Варданяна оказалась настолько богатой, что они решили выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию 2024 года. Правда, эта новость пока не нашла подтверждения в официальных источниках. Если награждать Варданяна, то только анти-Нобелевской премией, считает политолог Сергей Марков. Те, кто выдвинули его на Нобелевскую премию, там нужно просто в отношениях проводить коррупционное расследование. Нет никаких сомнений, что они взяли деньги либо у структур Рубена Варданяна, либо каких-то филированных с ними структур, принадлежащих общей большой и очень влиятельной армянской системе. Рубен Варданян, он скорее должен быть награжден какой-то шнобелевской премией, либо не премией мира, а премией войны. Для тех политических деятелей, которые стали известны из-за своего авантюризма или из-за своей неудачливости, провальности. За нелепые, порой даже постыдные, достижения в мире принято награждать шнобелевской премией. Американская пародия на престижную научную нобелевскую награду была учреждена в 1991 году. Ее победителям обычно вручают медали из фольги, а номинацию может подать кто угодно. Можно даже номинировать самого себя. К примеру, в 2007 году премия досталась лаборатории США имени братьев Райт за предложение разработать нелетательно-химическое оружие, под влиянием которого вражеские солдаты будут испытывать сексуальное влечение друг к другу. А один из японских научных коллективов отметился работой по изучению степени трения между подошвой обуви и банановой кожурой. И таких примеров сотни. Один абсурднее другого, но все они звучат гораздо более убедительнее, чем лицемерные призывы к миру от Рубена Варданяна. Он не заслуживает даже шнобелевской премии. Рубен Варданян не сделал никаких шагов к примирению Армении и Азербайджана. Наоборот, попытался укрепить псевдогосударственность карабахской системы, что ли, которая была создана Арменией на оккупированной части Азербайджана. И в этом смысле Рубен Варданян пытался сдержать мир между Арменией и Азербайджаном. К тому же оказался руководителем такого вантеуристического плана, к тому же полным неудачником. Поэтому, скорее, если была бы создана какая-то либо премия войны, либо премия для политических авантюристов и неудачников, то ему нужно было бы вручать такую премию. Имя Нобеля, как известно, неразрывно связано с нефтяной историей Азербайджана. Братья Роберт, Людвиг и Альфред были первооткрывателями в освоении нефтяных ресурсов Абширонского полуострова. В 1879 году они основали в Баку акционерное общество «Товарищество братьев Нобель», ставшее вскоре одной из крупнейших нефтепромышленных компаний мира. И даже выдвижение армянского афериста Рубена Варданяна на премию мира было бы оскорблением памяти семьи Нобеля, тесно связанных с Азербайджаном. Впрочем, и без неудачника Варданяна вокруг Нобелевской премии мира сегодня ходит много разговоров. История знает немало противоречивых случаев присуждения этой премии. Одним из таких лауреатов называют Кардела Халла. Он занимал пост госсекретаря США с 1933 по 1944 годы и получил награду за работу по созданию ООН. Однако в 1939 году политик выступил категорически против предоставление убежища 950 немецким евреям, которые хотели зайти в американский порт на корабле. Эти события нынче называют плаванием обреченных. По дороге обратно в Европу пассажиры лайнера погибли. Отозвать Нобелевскую премию требовали и от Барака Обамы. Бывший секретарь Норвежского Нобелевского комитета Гейр Лундестад в книге «Секретарь мира» написал о том, что присуждение премии мира президенту США не оправдало надеж комитета. Армения превращается в игрушку в руках Запада и эта тенденция начинает беспокоить некоторую часть экспертного сообщества страны. Там уверены, что США и Евросоюз используют Армению в своих антироссийских играх, а Ереван и рад оказывать подобные услуги ради многомиллионных грантов. В армянском экспертном сообществе серьезно обеспокоены антироссийской направленностью внешней политики страны. Правительство Никола Пашиняна обвиняют в предательстве России. Усиливающееся взаимодействие Еревана с Вашингтоном и Брюсселем беспокоит Москву. В Кремле Армению называют не иначе, как марионеткой в руках США и Евросоюза, убеждены эксперты. Идет очень грамотная целенаправленная работа с использованием новейших технологий оболванивания населения со стороны спецслужб коллективного запада. В лице Пашиняна мы имеем человека, который будет действовать исключительно по указке коллективного запада США и Великобритании. То есть он будет действовать с тем, чтобы стать своего рода тупым оружием НАТО в руках коллективного запада, оружием, которое нацелено против России. А это оружие будет опасно тем, что оно может спровоцировать открытие второго фронта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял о намерении республики углублять сотрудничество с Евросоюзом. Ереван серьезно рассматривает вопрос своего возможного вступления в ЕС. Европейские устремления армянского народа официально подтвердил и министр иностранных дел страны Арарат Мирзаян, а спикер парламента Армении Ален Симонян назвал получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе самым правильным и желательным вариантом. Параллельно с этим на разных уровнях поступают сигналы с требованием вывести 102-ю российскую военную базу с территории Армении. Ранее власти в Ереване сообщили о прекращении деятельности погранвойск России на территории столичного аэропорта. Армения продолжает критиковать и работу УДКБ военно-политического блока, ключевую роль в котором играет Кремль. Никол Пашинян в интервью британским СМИ ранее подтвердил, что более не возлагает никаких надежд на эту организацию. Армения намерена выйти из ее состава, если не получат ответа на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности ОДКБ. Тем временем в Кремле ожидает, что президенту России Владимиру Путину и армянскому премьеру удастся в ближайшее время лично обсудить накопившиеся между двумя странами вопросы. Риторика премьер-министра Армении и его внешнеполитический курс напоминают политику Саакашвили. Возможно его ждет такая же участь. Народ в Армении понял, что ему четыре года врали, вводили его в заблуждение. Разочарование наблюдается в том числе среди электората Пашиняна, который проголосовал за него в 2021 году. То, что власти потеряли свой избирательный ресурс показали выборы в Ереване, во время которых режим потерпел разгромное поражение. В обществе сформировался консенсус о том, что Пашинян должен уйти, но нет консенсуса, кто должен прийти ему на смену. Именно этот вопрос сейчас повис в воздухе. Для нашего общества проблема лидерства имеет очень важное значение. Армения была единственной страной, которая получила из России Искандер. Искандер это самое на момент получения грозное оружие, которое было вообще на планете Земля. Даже Белоруссия, будучи в братских отношениях с Россией, не имели этого вооружения. Так вот, два или три дивизиона этого оружия. Десятки тысяч тонн вооружения переправлялись из России в Республику Армения. И обо всем этом умалчивается, прекрасно зная, что так оно и было. Это с самой плохой стороны характеризует Пашиняна и как человека тоже, хотя человеческого в нем совершенно ничего не осталось. Ранее Евросоюз выразил готовность выделить Армении 270 миллионов евро в грантах в течение ближайших четырех лет. Эти средства будут выделены для поддержки бизнеса, развития его инноваций и выхода на внешние рынки. ЕС также намерен инвестировать крупные инфраструктурные проекты страны. В свою очередь, Вашингтон намерен предоставить Еревану более 65 миллионов долларов. Шамистам Мамедов Си-Би-Си. Кремль выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, переговоры необходимы для скорейшего заключения мирного соглашения между сторонами. Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора. Отметим, что в соответствии с договоренностями по итогам восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и комиссии по вопросам делимитации государственной границы пограничной безопасности, экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности. На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджаном и Арменией по состоянию на 26 апреля 2024 года установлено 28 пограничных столбов. В Стамбуле и Измире с участием 1567 сотрудников из 49 стран проходят многонациональные учения Эфес-2024. Как сообщили в Минобороны Турции в учениях, состоявших из командно-штабного этапа и этапа боевых стрельб, задействована группа военнослужащих азербайджанской армии. Многонациональные международные учения Эфес-2024 продлятся до 30 мая. Тем временем в одной из воинских частей военно-морских сил Азербайджана состоялась церемония очередного выпуска базового курса морских командос, в котором также приняли участие военнослужащие вооруженных сил Республики Казахстан. В торжественной церемонии участвовали первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Кирим Велиев, первый заместитель министра обороны Республики Казахстан, начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант Султан Кемаладдинов, а также турецкие и казахстанские военнослужащие. Сначала были возложены цветы в мемориал упавших героев, воздвигнутому на территории воинской части, почтена их светлая память. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Затем были исполнены государственные гимны Азербайджана и Казахстана. Начальники генеральных штабов Азербайджанской армии и вооруженных сил Республики Казахстан, выступая на мероприятии, отметили важность проведения подобных курсов в целях подготовки квалифицированных и профессиональных военных кадров. После завершения официальной части было продемонстрировано современное оружие, боевые и транспортные средства, находящиеся в распоряжении морских пехотинцев и спецназа. В заключении были продемонстрированы тактико-специальные занятия морского спецназа. Состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводного нападения и подводной обороны. Соединенные Штаты не имеют морального права предъявлять претензии по поводу защиты прав и свобод человека на фоне жестокого подавления полиции пропалестинских демонстраций в американских университетах. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Амнасер Канани. Он обвинил США и страны Запада в недостаточном усилии для прекращения огня в Украине и секторе газа. Власти США не имеют морального права высказываться по поводу прав человека прав женщин и свободы выражения мнения написал в соцсети Икс официальный представитель МИД Ирана Амнасер Канани. К своей публикации иранский дипломат приложил запись на которой американские полицейские задерживают участницу протестов против действия Израиля в секторе газа. Двое мужчин повалили женщину на землю ударив лицом о поверхность дорожки университетского кампуса и несмотря на крики надели на нее наручники. По информации иранского телеканала Пресс-ТВ задержанная Киролайн Фуллин профессор факультета экономики частного исследовательского университета Эмори расположенного в Атланте в штате Джорджия. Власти США не имеют морального права высказываться по поводу прав человека прав женщин и свободы выражения мнения. Записи свидетельствующие о жестоком обращении американской полиции с преподавателями университетов выступающих за Палестину и против политики США по поддержке преступного сионистского режима Израиля выставили на всеобщее обозрение разницу между словами и действиями американского правительства. В МИД Ирана также обвинили Соединенные Штаты и страны Европы в разжигании конфликтов в Украине и секторе Газа. Официальный представитель ведомства отверг обвинения со стороны западных стран об использовании вооружений иранского производства в войне между Россией и Украиной. «Если США и Европа проявят искреннюю решимость, войны в Украине и против сектора Газа в кратчайшие сроки прекратятся. Но США и ряд европейских стран настаивают на том, чтобы двигаться в неверном направлении истории. Вместо того, чтобы содействовать прекращению войны, они её разжигают и тратят время на обвинения других». Насеркана не осудил санкции Великобритании, Канады и США в отношении лиц, связанных с вооружёнными силами Исламской Республики. И назвал их возможностью продолжать укрепление обороноспособности страны. В этом контексте иранский дипломат подчеркнул, что военный потенциал Ирана пропорционален его потребностям в защите от любых иностранных угроз и агрессии. Сарвинац Гаджалиева, Сибиси. В продолжение темы протесты в поддержку Палестины и Газа захватили города США и Европы. Накануне берлинская полиция расчистила лагерь пропалестинских демонстрантов, который располагался у здания канцелярии. Несмотря на то, что постоянное население лагеря составляло всего около 20 человек, еще десятки пришли, чтобы противостоять полицейской операции. Местные СМИ сообщают о 75 задержанных. Протесты прошли также в Париже и ряде университетов США. 150 полицейских нагрянули накануне в пропалестинский лагерь в Берлине, потребовав у демонстрантов покинуть его. С теми, кто оказал сопротивление, правоохранители церемониться не стали. Несколько человек были арестованы за физические нападения и сопротивление полицейским. По сообщению местных СМИ, полиция запретила лагерь, поскольку его участники неоднократно совершали такие преступления, как подстрекательство к мятежу. Акции протеста в поддержку Палестины и Газы прошли также во Франции. В Париже студенты университета Сайенсиспо заблокировали вход в кампус с помощью мусорных баков, деревянных и металлических предметов и велосипедов. От 40 до 50 человек остались в здании на ночь, не подчиняясь приказам сотрудников университета. Протестующие заявили, что были вдохновлены американскими студентами, которые уже который день проводят пропалестинские акции в кампусах по всей стране. Проводя эти протесты, мы переживаем из-за себя. Иногда были мысли, что нам могут сказать, что если мы продолжим, нас исключат из университета. Мы видели масштабные акции в США, но мы делаем это не из-за них. Это наша общая цель. Мы делаем это ради Палестины. Я пришла в поддержку и в солидарность со страдающим в Палестине. Мы и раньше проводили акции протеста в университете и по стране в знак солидарности с ними. Но, пожалуй, самые масштабные акции протестов проходят в США. Дошло до того, что полиция накануне отказала университету имени Джорджа Вашингтона в округе Колумбия в разгоне пропалестинской акции. Как пишут американские СМИ, власти округа и правоохранители опасаются негативного впечатления в глазах общественности в случае разгона демонстрантов. Они также хотят избежать широкого распространения кадров жестоких столкновений между полицией и протестующими. Интересно, что сам кампус университета расположен в пяти кварталах от Белого дома, пока полиция не собирается зачищать территорию палаточного лагеря. Однако, ситуация может измениться, если участники акции начнут совершать насильственные действия, вести пропаганду, а также, если в ряды демонстрантов вольются представители радикальных группировок, уточнили СМИ. «Сегодня 203-й день геноцида палестинцев в секторе Газа и почти 75 лет огромных страданий палестинцев во всем мире. Мы просим вас сосредоточиться на геноциде, происходящем в настоящее время в Газе. Важно помнить, почему мы находимся здесь. Наш лагерь здесь, в Колумбии, и лагеря по всей стране являются частью более широкого движения за освобождение палестинцев». «Это вдохновляет видеть, как много студентов решили высказаться в своих кампусах. Я думаю, это неудивительно. Они разочарованы. Они не хотят, чтобы деньги за обучение пошли на геноцид в Газе. В знак солидарности с палестинцами мы все разбиваем лагеря и протестуем по одной и той же причине. Мы не хотим, чтобы наш университет финансировал геноцид». «Между тем, в одном из университетов Южной Калифорнии отменили церемонию вручения дипломов из-за протестов студентов». По сообщению Associated Press кампус университета закрыт. Последние в этом учебном году занятия прошли 26 апреля. Ранее университет уже отменил вступительную речь про палестинского оратора, сославшись на соображение безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкин ранее заявил, что сами протесты являются отличительной чертой американской демократии, но отметил, что студенты склонны не замечать преступлений Хамас. Микаэл Таутиев, CBC. Это были все новости к этому часу. Увидимся с вами в 21.00 по бакинскому времени. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова